Предновогодняя пора – это нарядные ёлки, запах мандаринов, ожидание чуда. Но при этом это бешеный поиск подарков и пожар из дедлайнов. Нужно разгрести все дела на работе, подготовить презенты для всей семьи, спланировать новогоднюю ночь и каникулы. С таким ритмом на сам праздник уже не остаётся сил. Психолог Наталья Мышова уверяет, больше всех страдают перфекционисты. Одна из рекомендаций – это работать со своим перфекционизмом. Выделять важное, расставлять приоритеты. Очень хорошо ещё помогает взвешивать и определять вообще свои силы и свои ресурсы. То есть человек, допустим, недавно переболел, и он ставит перед собой грандиозные задачи – успеть за декабрь всё, что хотелось бы. Понятно, что это немножко нереалистично. Психолог советует делать списки рабочих задач, личных дел, необходимых покупок. И всё это держать под рукой, например, в телефоне. Нужно грамотно расставить приоритеты, что действительно критично важно сделать до дедлайна, а что можно отложить без особого ущерба. Давайте себе передышки. Ещё лучше запланируйте отдых на каникулах как стимул. При этом празднование Нового года не обязательно должно быть грандиозным. Кто-то, наоборот, любит компанию, да, позажигать как-то с друзьями, пообщаться. Наоборот, для человека это будет перезагрузкой. И если общение, да, это для человека как раз как ресурс выступает, тогда нужно, ну, включать это в свою жизнь. А если, наоборот, это отнимает силы, то есть когда вот как представишь, это вот нужно куда-то ехать, это надо всех собирать, это надо писать, это надо как-то звонить, надо состыковать, продумывать там этот стол новогодний и прочее. Ой, не хочется. Но для кого-то действительно это тяжело. Тогда не нужно себя принуждать. Не стоит воспринимать конец года как сакральный этап, под которым непременно надо подвести черту и составить итоги. Наталья Мышова отмечает, что не нужно заниматься самобичеванием за нереализованные планы. Нужно бережнее относиться к себе, своим силам и эмоциям. Тогда Новый год действительно пройдет в легкости и праздничном настроении. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.